Девушки отдыхают В студии Иван Миняйлов и Анастасия Вагиева Начнем с самой радостной новости Приближаются осенние каникулы Нас ждет целая неделя отдыха От уроков и домашних заданий Какие планы строят школьники на вечную неделю Узнавала Аня Матвеева Я на осенние каникулы поеду в деревню Девочки, а что вы не сидите делать вы? Я поеду с родителями в Москву К сестре Мы пойдем там на театр «Маленький принц» Еще мы пойдем на мюзикл «Русалочка» Там будут сниматься люди в настоящих костюмах и петь Еще мы пойдем в экспериментариум Осенние каникулы – это маленькая передышка в учебном году У каждого ребенка свои планы Я вот, например, хочу поехать в аквапарк, в город Казань Еще я участвую в проекте «Книга года 2013 выбирают дети» Я хочу прочитать очень много книг Я постараюсь побольше погулять в лесу Ведь там такой свежий воздух Обязательно позвоню бабушке Навещу ее Я хочу пойти в театр Смотреть балет Потому что я раньше никогда не ходила на балет Еще я хочу пойти в цирк Очень люблю я плавать Но в обычные дни мне не хватает времени Поэтому я очень хочу ходить каждый день в бассейн Я всей семьей поеду в санаторий Там я буду не только заниматься физиолечением Но буду еще гулять в лесу Собирать разные грибы, ягоды, шишки Также я не буду забывать про учебу И буду решать задачки и примеры Чтобы хорошо закончить эту школу Я поеду в деревню к дедушке У него есть кройки Хочу научиться ухаживать за ними Я сначала хорошенько выступлю И спать до обеда Потом я пойду с мамой В кино или в кафе Мы с мамой на осенних каникулах Поедем в жаркую страну А мы с мамой попытаемся записаться В шахматный клуб На осенних каникулах Я хочу заниматься только своими делами Я буду играть со своими игрушками И пересмотрю все свои мотивы Светлана Николаевна, а что делают учителя во время каникул? Во время каникул учителя ходят в школу Как будто у нас проходят уроки Мы сидим и думаем Какие новые знания дать детям Что интересного провести Какие экскурсии показать и провести ребятам Так что мы работаем, мы не отдыхаем А вот я в осенние каникулы Наконец-то доберусь до интернета Только будь осторожен Во всемирной паутине Ни в коем случае нельзя переписываться С незнакомцами Давать им свой адрес и телефон Настя, можешь не продолжать Я прекрасно знаю все правила безопасного поведения в интернете Да и сейчас вообще все школьники знают Компания Эзер Вэй постаралась Напомним, что в течение месяца Ученики третьих, четвертых и пятых классов В городе Чебоксары получили буклеты С правилами поведения в интернете Ребята, которые выучили эти правила И заполнили анкету Получили возможность выиграть замечательные призы Давайте посмотрим, кому же достался планшетный компьютер Розыгрыш призов от компании Эзер Вэй Стал настоящим праздником Во-первых, потому что мальчишек и девчонок Веселила забавная Туся Кто из ребят сегодня утром чистил сутки Подожди, меняйте, 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 меняйте А во-вторых, потому что призы достались Всем участникам акции «Безопасный интернет детям» Кручу, верчу Никого заботиться не хочу Все честно, прозрачно Читаем Багиева Татьяна Павловна Багиева Татьяна Павловна здесь Это вам наушнички Пока присаживайтесь Этих взрослых можно назвать самыми заботливыми Ведь они подключили услугу детский интернет И теперь могут не беспокоиться, что их дети наткнутся в сети на опасный сайт С нецензурными словами или далеко не детскими фотографиями Да ребята и сами молодцы Прекрасно знают, что можно, а что нельзя делать в интернете Если тебе пришло письмо, может мы встретимся Просто откажись от этого вопроса И если тебе все равно будут приходить эти письма, не надо на них отвечать Я часто живу в интернете и там играю Смотрю мультики Но вернемся к подарку Флешки, наушники, фонарики, вентиляторы, веб-камера, вай-фай роутер Уже нашли новых хозяев Впереди розыгрыш главного приза Плашетного компьютера Вот она, мечта любого школьника Итак, тщательно мешай Тщательно мешай, Владик Достаем, разворачиваем И смотрим, внимание, друзья Светлана Леонидовна Захарова Становится обладателем планшетника У меня раньше не было планшетника Но я так хотел выиграть Даже сон присоединился, что у меня есть планшетник И получается, что я увидел вещи сон И еще я хочу сказать большое-большое спасибо Зартею И в заключении концерт Всем любимой детской группы Барбарики Ух ты! Полина Кудряшова, Андрей Спиридонов, Акилбупсер Настя, смотри, что у меня есть Фотоаппарат? Какой-то он странный, без экрана Это старинный фотоаппарат моей мамы В него раньше вставляли пленку Изображение хранилось на ней Сейчас такими фотоаппаратами Уже никто не пользуется Тогда зачем он тебе? Хочу отнести в Национальный музей Там сейчас проходит выставка История фотографии В музее можно увидеть множество старинных фотоаппаратов Заглянуть в таинственную темную комнату И сфотографироваться в костюмах прошлого века Очень интересная экскурсия может получиться А я бы с удовольствием посетила Голубятню Как это сделали ученики 19-й школы Подробности в следующем сюжете Мы так привыкли видеть голубей в городе Что даже не задумываемся о том, где они живут Дикие голуби греются на чердаках А у декоративных есть дома Голубятни Ученики 4-го А-класса 19-й школы Познакомились с председателем клуба голубеводов Сергеем Витальевичем Именно он много лет назад построил эту голубятню А сколько таких голубятин в городе? Голубятин 50 это точно есть Потому что держат и в своих домах Есть и такие голубятни Есть в собственных домах держат Ну хватает народу Голубятню строят Сначала делают каркас Потом утепляют Потом обшивают Потом облагораживают Вот на съезды ставят Гнезда Сейчас в домике живут 9 голубей Но весной, когда вылупятся птенцы Их станет значительно больше Вот можете потрогать А зачем кольцо у голубя на лапке? Это для того, чтобы отличить Там пишут год рождения Некоторые пишут Когда голубь теряется Но его телефоны пишут Адрес пишут Порядка его номер Вылупляется И им Где-то 7-8 дней И не исполняется У них тогда одевается кольцо Нога вырастает И кольцо остается Еще ребята узнали Что голубиный пух На некоторых участках тела Крошится И превращается в пудру Благодаря этому порошку Переголубей не намокают А голуби когда-нибудь вылетают из дома? Да, они вылетают Каждый день летают Потом Ну как Садятся Заходят Свободно Свободно они выходят Заходят Сергей Витальевич Приходит к голубятни Каждый день Ведь в домике надо убраться А голубей накормить Пьют они воду А едят они зерновые культуры Пшеницу Яшмень Горох Кукурузу Семечки Очень любят Просто Ну Практически Все зерновые культуры Голубь От слова голубой А это цвет неба Таких птиц С древности считают Символами Мира и свободы Выпускают На счастье в небо Нам тоже разрешили Сделать это И мы были Очень рады Николай Поляков Андрей Шоклев Акел Бупси Мальчики и девочки Напоминаем Что наша программа Выходит на национальном Телевидении Чувашей По понедельникам Но ее повтор Вы можете посмотреть Любой другой день В интернете На сайте А еще Вконтакте Группа называется Детская программа Акел Бупси Там же можно Пригласить Наших корреспондентов На съемку Пишите Или звоните Если в вашей школе Намечается Интересное мероприятие Увидимся уже После каникул Желаем отдохнуть На пять с плюсом Пусть каждый день Радует вас Приятными новостями До свидания Да их сейчас Вообще Все школьники Скольники Да их сейчас Вообще Все школьники знают А в камеру Скольники Настя, стихай, скажи. Давайте свой адрес. Скажи-ка. Настя, радость и телефон. Настя, можно продолжать. Мой телефон 8-920. Настя, можно продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok